Добрый вечер, дорогие друзья. Дайте мне обратную связь, как меня слышно. Так, Юта, Эстония отреагировала. Спасибо, спасибо, спасибо. Я выключу на всякий случай вид. Я нахожусь в аэропорту в Москве, в Шереметьево. Мне дали от аэрофлота тут помещение, где отдыхают люди, значит, мне временно на 30-35 минут перед моим вылетом в Ташкент. Поэтому я еще раз приветствую народ Скавей. Я рад с вами сегодня это время провести, поделиться кое-чем, что тут как бы имеется. К сожалению, времени немного, поэтому пришлось немножко обкорнать весь подаваемый материал, но ничего страшного. Я вас уверяю, те, кто сегодня здесь присутствует, что близится время, когда мы сможем с вами, возможно, и чаще встречаться, уже на почве обучения. Ну, а в этом обо всем по очереди. Итак, я... Итак, дорогие друзья, смотрите, значит, что мы сегодня с вами, как всегда, рассмотрим. Что сегодня актуально и важно знать и учитывать. Я исхожу здесь и с точки зрения или с позиции того, что в повседневной жизни мы зачастую крутимся, и просто нет времени в фокусе удержать или же собрать фокус и сосредоточиться на всех элементах, которые дали бы целостное представление окружающего мира. В хорошем и плохом смысле этого слова. Какого окружающего мира? Любого. Начиная от социума и кончая политикой, кончая экономикой и так далее. Но важно сегодня с нашей позиции, не распыляясь, опозначиться, что происходит в финансовом мире, в мире экономики и вообще, что нас в ближайшее время ждет. Я не оракул, я просто даю некоторые акценты и подвожу почву под то, что является и насколько надежным является сегодня во всем этом ненадежном, сравнительно ненадежном окружающем мире тот проект, в котором мы находимся. Те, кто сегодня здесь присутствуют, я не случайно сказал, народ сковей. Это действительно понятие, которое, ну, скажем, уже на слуху у нас здесь. Это было предложено с нами самими людьми, которые постоянно как бы общаются и выступают, и участвуют, и радеют, беспокоятся о проекте. Вот, поэтому это все очень важно. И поэтому, значит, и дальше какие выгоды инвесторы уже имеют, и что дальше, и как. Понимаете, дело в том, что я только что вернул, или мы вернее вернулись с Франтишиком Солором, только что из Турции были, в Стамбуле, где проходила конференция. Собралось больше ста человек там, причем из них только 10% были как бы уже инвесторы, остальные были абсолютно новые люди. Предпринимателей было из этих, скажем так, из 80-90% присутствующих предпринимателей было больше, ну, скажем, 80%, то есть подавляющее большинство. И они все очень были заинтересованы и задавали вопросы, а как и что будет для нас, для предпринимателей, выгодно и важно, если или когда сковей будет в Турции. И это не важно, это все касается и не только Турции, все равно, какую бы страну, какой бы регион мы не взяли. Поэтому немножко об этом и вопросы. Я постараюсь уложиться в 30-35 минут. Теперь смотри, для информации некоторые замечания о том, что мы не замечаем и не берем счет, как я уже сказал. Осуществляется полный мониторинг всех и большинства из нас. Полный. Мы даже не представляем, насколько сейчас позволяют технические средства, инфотехнологии, интернета это осуществлять. Все, наши слова, наши высказанные мысли, высказанные или же, значит, показанные мысли, логика наших рассуждений через чаты, через различные, значит, посты, которые мы используем, интернет-средства. Наше участие в каких-то чатах, наше участие в каких-то программах, наши клики. И кликаем, и это все фиксируется. Это все анализируется. То есть портрет каждого из нас существует. Постоянно, значит, делается мониторинг, даже видео. Мы того не знаем, а видео за нами подсматриваем. И так далее. То есть это очень серьезная вещь, дорогие друзья. Кто-то спросит, что это масло там говорит, что это на нас влияет. Влияет, дорогие друзья, это не случайно осуществляется. Дело в том, что, значит, ну, потом я скажу, в течение следующих 20 лет продуктом будет не вещи, то есть, ну, не предметы, скажем так, в большей части или в подавляющем большинстве, а будут продуктом, реальным, явным продуктом будут идеи и информация. Вот что, я уже об этом как-то говорил. И это надо учитывать. Продукт и остальное это будет как второй, вторично, как дерева, то есть, как производная из идеи и производная из информации. Кто-то скажет, что, ну, и раньше, что же была идея, потом возникал продукт. Не совсем так. Дело в том, что сейчас будут важны идеи переустройства и реформирования окружающего мира. Это просто жизненно необходимо. Это неизбежно. И к этому мы придем. Самое важное, чтобы это, как говорится, были бы мы целы, были бы мы живы. Далее, очищение планеты. Это тоже очень важная тема. И наш проект в первую очередь на это направлен. Потому что он помогает, с одной стороны, поднимает и решает транспортные вопросы, начинает разрубать Гордеевы узлы транспортных пробок и транспортных неувязок. Вот, и, во втором, это, естественно, мы все больше и больше движемся, и я не имею права об этом говорить, но, скажем так, конструкторским бюро SkyWay найдено очень интересное решение. Еще одно из интересных решений, оно обозначено было несколько иначе, это солнечные батареи, различные технологии использования солнечной энергии. Но сейчас пошли еще дальше. Это не имеет, ну, пока нет возможности это дело озвучивать, потому что детали неизвестны. Но есть еще некая интересная технология, которой мы будем обязательно пользоваться. И это большое преимущество. То есть она абсолютно чистая, она абсолютно не связана ни с какими, ни с угольными, ни с, скажем там, ни с ланцевыми, ни с атомными, ни с нефтяными, ни с какими станциями, производящими электроэнергию. Даже не с ветровыми. То есть это очень серьезная вещь. Плечом. И это батареи, которые, и это не батареи, извиняюсь, которые используют кремнии и прочие, скажем, соединения, которые тоже являются, в общем-то, не самым лучшим вариантом. Вот. Теперь переход в планетарную собственность Земли, ископаемых, воды и прочее. Это вообще колоссальная, значит, перестройка, которая грядет. Она грядет буквально в ближайшие 15-20, ну, максимум 30 лет. Потому что это не просто сделать. Вы же понимаете, что тысячелетиями миллионы, значит, я бы сказал, даже миллиарды людей полегли за Землю, за собственность, за ископаемые, за воду. И теперь вдруг это будет планетарная собственность. Это не просто к этому прийти, но все созрело и набухло, и это надо будет сделать. Как мы это сделаем? Справимся мы с этим? Будем дальше существовать? Не справимся? Значит, увядание нашей цивилизации. Вот. И это неизбежно. С другой стороны, я должен вас огорчить, что государство, большинство государств, если не каждая из них, ну, скажем так, эксперты считают, что подавляющее большинство государств имеет право ликвидировать депозиты в банках. Любые депозиты, любые суммы, значит, и просто, просто вот были, есть, а вот нету. Понимаете, есть разные там варианты, как это можно сделать, вот там минимум какой-то обозначить. Я вам приведу конкретный пример. Я сам это пережил, и люди, которые, ну, например, я не знаю, как там в других государствах, в Эстонии, например, было обозначено, что банковский вклад разрешается перевести в этих самых, с рублей, старых советских рублей, на эстонские кроны, только 500 крон. Все, это было, значит, 5000 рублей, 1 к 10 был перевод, было 5000 рублей и 500 крон. Все, остальное там надо было очень сильно что-то обосновать, что-то сделать, и были большие, значит, проблемы с этим делом. Вот, и было еще там много чего. Были потеряны связи с тем, что ты накопил, и с тем, что ты вдруг заимел. Потому что ценности стали совсем другие, они стали в 10 раз больше, а денег стало в 10 раз меньше. Понятно, да? То есть в целом в 100 раз. Вот, поэтому это все реально. А в нашем случае, я к чему подвожу так это плавно? А когда у тебя находятся, значит, твои активы находятся в, скажем так, в, ну, как бы зарегистрированная твоя собственность, право владения, закрытое пока акциями, они, есть одна акция, 1 доллар. Вопрос только в другой, ликвидны они на этот момент или нет? Ну, вопрос-то в том, что, значит, ликвидность, она проявится после того, когда определенные процессы, то есть выйдем на рынок, начнется строительство и так далее. То есть в свое время это значит, что то, что я сегодня вложил, то, что я вкладывал там 3 года любой из нас, это не пропало, не пропадет, оно зафиксировано. Но оно будет значительно легче переведено в условиях перехода, вот которых я говорил. Большинство людей имеют суды, 80-85 процентов, это как, ну, такое вот усредненно, планка такая от всего населения государств. В одном случае больше, в одном меньше, но большинство европейских государств и, значит, и азиатских уже нынешних, и юго-восточных, и юго-восточных, и других, имеют вот такой уровень. Что это значит? Это значит, что все на крючке, понимаете? Причем суду ты брал, допустим, там, я не знаю, там, в рублях, там, в долларах, в еврох, в тех же самых, да? Было одно отношение, а теперь эта сумма останется, а, скажем, евро примет или доллар вообще пропадет, и бог знает, к чему его там, к юаню, там, какому-то, я не знаю, там, всемирно какой-то валюте, электронной, может быть, валюте, что не исключаю ее, будет привязано, и что тогда? Как дальше? В то же время вклады в банках растут, значит, количество вкладов в банках, но они сконцентрированы у небольшого количества людей, то есть это 5-10%, там зависит от суммы, но в целом вот эти 5-10% населения охватывают 98% всех депозитов, всех вкладов, которые в банках существуют. Даже в маленькой Эстонии, я уже это говорил неоднократно, повторю, в маленькой Эстонии 1 миллион 200 тысяч человек, все там и пожилые, и сильно пожилые, работающие, неработающие, дети, рожденные там и так далее, миллион 200, чуть больше, и больше 24 миллиардов евро уже банковских этих самых, так, депозитов, неиспользованных денег, крах. Банки у нас потихонечку лопаются, но безболезненно, пока, слава богу, да, их закрывают, потому что они занимались махинациями, занимались отмывкой, вентиляцией денег, вот, с 2006 года по 2017 год провертели там очень много миллиардов и так далее. Вот, и таким образом очень серьезное дело. И что, последнее, что я хочу вам сказать, что в города сконцентрировано 7-75% населения, причем люди загнаны в мешок, мягко выражаясь, процессов много. Первым таким толчком этого процесса стала индустриализация, в разных странах по-разному, но в целом это так. Люди, значит, индустриализация и в аграрном секторе, и в камышленном секторе привела к тому, что с одной стороны надо было много производить, увеличивать объемы, экономика была какая, ориентирована на массу, на количество и на прибыль. То есть, все было для этого сделано. И второе, надо было обслуживать. И вот народ ринулся в города, а сейчас все в мешке. И это просто что-то страшное, что творится. То же самое, ну, куда не поедешь, начиная от Таллина и кончая Стамбулом, и начиная там, я не знаю, от Парижа и кончая тем же самым Ханоем. Везде по-разному, но полный атас, понимаете. И скажу вам больше, что интересно то, что буквально недавно, я в прошлый раз говорил, что у нас правительство и город Таллинн подписали меморандум о развитии движимости города и его окрестностей. Это не только у нас, это у нас, это в Финляндии сделано. В многих странах это делают, но, скажем так, логики не хватает. Поэтому еще раз транспорт, это актуально, и инвестиции в него очень выгодны. Значит, еще о ситуации, буквально пару слов. Что экономика ждет реструктуризации, и необходимо минимизировать затраты и потери. Очень много потерь, затрат, и очень много пустую производительность производится продукции. Вот это сейчас будет меняться очень много в экономике, но это опять-таки будет связано с потерей денег, с потерей денежной массы, с потерей тех финансовых единиц, измерения денежных единиц. Вот, и к этому все идет. Это все уже вот-вот-вот-вот за пруду прорвет. Поэтому надо быть готовым. Я лично вот просто даю совет, друзья, надежно в то, что есть, и то, что мы делаем уже не первый год. Вот. Многие проблемы вытекают из этого. Так, но в то же время, транспортная система, как и уже говорил, Skyway и блокчейн, блокчейн, блокчейн платформы, Skyway создает хорошую базу, и возможность решать множество задач, и еще раз задач. Ну и так далее. То есть, как где? А это в сфере, в экономике, в социальной сфере, в перевозках, в агропромышленном комплексе. Это общие слова. В экономике что можно решать? Можно решать и создавать валовый продукт, хотя это не самый хороший показатель, он будет меняться. Но в экономике можно и нужно создавать системы различного, скажем, финансирования и участия людей, и тем самым создавать в социальной сфере поддержку и возможности использования ресурсов людей, малого, ну как бы народного финансирования. А, кстати, 11 октября премьер-министр Вьетнама издал постановление, раздал задачи всем министерствам и ведомствам для того, чтобы разработать программу и создать план развития устойчивости малого предпринимательства. И один из подпунктов там есть, который задача министерству финансов и министерству экономики и инвестиций, дано задание разработать систему, гибкую систему возможности использования народного финансирования для различных стартапов и проектов, направленных на развитие. Все, понимаете? То есть правительство это вот совсем рядом, потому что вот мы готовимся сейчас с Францишком Соларом ехать туда, наши эксперты, и мы работаем с ними сейчас, готовим там этот проект у них, делаем его как бы анализ. Это как бы вода на нашу мельницу, тоже, понимаете? И это очень важно. И они понимают, что в экономике изменения дают возможность начинать поднимать социальную сферу. Ну, о перевозках я уже не говорю, это движение людей, это передвижение информации, это и передвижение товара. И в агропромышленном комплексе. И правильная транспортная сфера, она дает возможность из агропромышленного комплекса все продукты, все передвигать, перемещать, перерабатывать и так далее. Передача информации в снижение убытков. То есть, то, о чем я здесь раньше говорил. Теперь дальше. Смотрите, я хотел с вами поделиться еще такой таблицей. Вот сидел, думал, думаю, ну интересно, вот я разные расчеты показывал вам, а давайте посмотрим такую вещь. Смотрите, значит, я взял 2015 год, значение вклада 1000 долларов. 1000 долларов. Фиксация вклада. Я 1000 долларов инвестировал или кредитовал. Все это сделал, получил залог 600 тысяч единиц доли акций, там неважно как, Евразии, Нарелскове и Системс Холдинге. 600 выгода, прирост, понимаете? 600 раз, 600 раз. Опс, 1600 тысяч. Да, я, конечно, не могу их пойти сейчас и, допустим, 400 там из них или там 40 из них куда-то реализовать и как бы перекрыть вот это и еще в убытке, то есть быть в как бы прибыли. Но, тем не менее, это был пятый этап. Я к чему веду разговор? Прослушайте до конца. Смотрите, 2016, та же 1000, уже 250. Его этап восьмой, потому что здесь был дисконт средний, возьмем, 250, 250 раз. Риски уменьшаются, дисконт или, скажем, выгоды уменьшаются. Но в целом, посмотрите, что дает процент. 2017 тут 140, 10 этап, 18, 11 мы там, по-моему, пролетели. 11, да, 10 это 100 раз, 19 в среднем это 60 возьмем, это хороший такой, да, он немножко меньше. Ну и для круглого числа это 60, по идее это здесь 50 на 1000, примерно будет чуть больше 50, 58 на 55. 15, 13 этап, 14, 15, будут ли они все, это будет 20. Смотрите, но в целом отсюда до сих пор выросло 190, значит, 190, нет, отсюда, значит, 6000 и миллион, видите, если я, например, проинвестировал 6000, каждый год, вот каждый использовал, возможно, 6000. Это значит, что у меня миллион 170 тысяч, как бы, в моем портфеле акций или долей, это значит 195 раз, 195 раз у меня. Понимаете? Теперь далее. Теперь я смотрю, что у меня получается по столбцу. по столбцу от 2015 до 2020 года, до 2020 года у меня 390% рост в год. Понимаете? Здесь и до сих пор. То есть, друзья, ну где еще лучший проект? Чего метаться там, начинать какое-то золото вкладывать, начинать куда-то еще вкладывать? Я понимаю, что письмо вот сегодня пришло от одного Алексея, значит, потом я расскажу о нем, значит, что действительно, что ну как бы устали там, неинтересно. Я инвестирую там, начиная там с 14-го даже года, да, и теперь вот дискон такой, мне как-то вот рука не поднимается, язык не развязывается, людям говорит, ну извините, тот, кто к тебе вошел, если ты работаешь с людьми, то, допустим, ничего не мешает с ними работать. Они все равно даже по году в 60-20 раз, понимаете? То есть, это очень серьезные цифры. Да, они материализуются, они активизируются при прохождении какого-то времени. Но вы посмотрите, какой процесс и какой период уже пройдет. Я вот недавно сейчас вот сидел еще раз смотрел видео, просто вот, ну, гордость меня распирает, понимаете? Что в какой-то степени я причастен к этому, и что мы с вами наворотили вместе, помогая Юницкому реализовать его идею, его, значит, разработки, его технологии. Что становится все вместе нашим, теперь уже тоже, понимаете? Так что, очень серьезные вещи. И тут еще другая логика включается, дорогие друзья. Вы посмотрите, вот я разговаривал с одним инвестором, он говорит, ну вот, да, ну вот мне хочется туда, туда, туда. Все правильно, но ты смотри, а что метаться-то со своего предприятия на другое предприятие? Здесь вопрос, надо переходить, скажем, расширять круг инвесторов, которые еще не были, чего топтаться по старому кругу команды? Заниматься дублированием, дубликацией, как ее называют, пытаются назвать, хотя дублирование правильно. И с командой со своей 5-7 человек работать на большие инвестиции, на более большие, одно дело инвестировать по 100 долларов, другое дело инвестировать, инвесторов искать и работать с инвесторами 10 тысяч долларов. Становится все намного надежней, для юридических лиц очень интересно, и мы будем буквально, вот в ближайшее время будет для юридических лиц как бы отдельный тоже пакет подготовлен. Вот, потому что 15-м этапом дело не заканчивается, процесс пойдет дальше, вот. И поэтому очень серьезно надо думать. Типа, эта логика простая. Я, к сожалению или к счастью, ну просто нет времени, я не занимаюсь структурой, но я сидел, тоже раздумывал, что бы я сейчас сделал бы. Я бы очень серьезно бы построил, посадил бы команду, поработал бы с ней и показал бы, что одно дело мне, значит, по 100, чтобы 10 тысяч инвестировать, мне нужно там, сколько человек, мне нужно со 100 человеками по 100, то есть, ну да, по 100 долларов со 100 человеками переговорить, по 500 долларов с 20 человеками поговорить. Вы понимаете, это целый месяц. И совсем другое дело, если я с одним только 10-тысячником переговорю, это каждый из моей команды точно так может делать. А с другой стороны, 10 тысяч проинвестировали. Мой заработок, мой заработок. Вот, предположим, я весь месяц заработал, и нормально один раз проинвестировал 10 тысяч человек, 10 тысяч один инвестор, я получаю свой бонус. Понимаете? 15-17% от инвестиций, как минимум. Вот и все. И команда получает, то есть, которая выше. То есть, я тоже нахожу чьей-то команде. Поэтому, это здесь очень такие простые, но очень нужные расчеты, чтобы понять, к чему мы идем. Конечно, нужен Гриднев, Виктор, нужен, конечно, коммерческий проект, и все будет крутяк. Но у нас-то что, нет коммерческого проекта? Вопрос в том, что да. Ладно, я сейчас вернусь. Я немножко освещу то, что вы тут говорите. Дисконт на хлеб не намажешь. Не намажешь. Правильно. А что вы сегодня? Вы хотите, как китайцы, я извиняюсь, китайцы, вы меня простите, значит, что, ну, есть такой разговор. Картофель сегодня поставил, посел, а завтра хочешь суп с него варить, что ли? Ну, нереально это, несерьезно это, дорогой друг. Точно так же, что сегодня, значит, ты еще проинвестировал, и тут же тебе нужен хлеб на масло мазать, что ли? Ну, несерьезно. Значит, нужен коммерческий проект. Правильно. У Юницкого же есть 400 миллиардов долларов, куда он их делал? Какие 400 миллиардов? Лариса, вы что? 400 миллиардов. Это 400 миллиардов, это оценка технологий. 400 миллиардов нет. Мы в этот проект, там мне задали вопрос, сколько в этом году, Capital, как бы, проинвестировал, и через площадку Capital ушло в компанию. Я потом это прокомментирую. То есть, если посмотреть с 2014 года по 2019 год, у нас вообще в проект не до финансирования. Должно было быть уже проинвестировано, значит, сейчас я скажу, 14-15-50 миллионов, снять с 235, это уже 160 миллионов. Нет этой суммы, дорогие друзья. Хорошо, если половина от этой суммы есть. А, извините меня, достаточно долей уже отдано, и их значительно больше, нежели было запланировано. Но пока мы еще нормально находимся в режиме баланса, что, скажем, есть что выводить на IPO. Слава Богу, свободные акции есть. И это все расчет ведется и учитывается. Когда на следующем так переход? В ближайшее время, это я вам точно могу сказать, что в ближайшее время мы будем переходить. В этом году мы точно перейдем. Ну, вот, вопрос там в другом. Что и как предлагать? Это будет вот в конце октября, в начале ноября, тут определиться в Арабских Эмиратах. Не в теме. Ужас, вы вообще, я не в теме, что ли? Загуглите рост акций, Айп, Амазон, там в сто раз больше. Ну, так, ну, конечно. Вы знаете, что, дело-то в том, что захайпите Татьяна себе. Вы знаете, что это внутренний расчет, когда мы выйдем на бизнес, а вы посмотрите, загуглите и посмотрите, что у тех же самых, и у Амазона, и у других, было, значит, с акциями в начале. Это тот же самый Апплс. Те же самые, возьмите любую транспортную компанию. Поэтому это все разговор такой. Так, когда вы, следующий, так, приход так будет в середине ноября. Неохота купить еще акции, пока денег нет. Будет в середине ноября. Ну, будет, может быть, может быть, будет, может не будет. Ну, скоро будет, я вам точно скажу. Скоро и маслом намажем, и крой покроем. Да, даст Бог, будет так. И с нашей помощью, друзья. Планируется ли обмен долей на... Планируется, точно планируется. Мы свои предложения головной компании представили, пока они там считают, сидят. Это все не так просто. Мы со своей точки зрения, мы же не знаем, что там у них творится. Мы посчитали, что у нас тут есть свой анализ сделали, им предложение сделали. Как мы это видим, посмотрим, как это обратно к нам прикатится. И для пенсионеров, ну, для всех, не в общем для пенсионеров, там начинает 75+. Так, Лариса, соглашусь с Натальей, уже вообще не в теме. Ясно. Значит, 400 уже, Лариса, не в теме. А, ясно, миллиардов, не миллионов. Так, что тут еще у нас? Пояснение. Друзья, мы в Шарджи, мы в Шарджи поехали, давайте порадуемся. Конечно, поехали. И это хорошо, друзья. Естественно, надо этому радоваться, потому что все не так просто. Видео, которое сегодня, я поблагодарю, чтобы потом не забыть, сейчас мое время уже кончается. Алексея и кто там мне сегодня помогают, я выскакиваю вот одно время. Значит, я смотрю, там у меня ушли, значит, у Леонова. Ну, ребята, которые мне помогают, я вас благодарю, что вы мне тут видео запустили, Алексей Дьяков. Вот. Серьезные компании. Вы что думаете, просто так австрийская компания там бы у нас ходила и рыбу ловила? Нет. Это очень серьезно. Они же понимают, откуда большие, грандиознейшие заказы будут идти. И они сейчас начинают. Это серьезная компания. У нее там 30-ти или 40-тысячных коллектив по всему миру. Так что это все вода на нашу мельницу. Вопросы быстро пошли. Сохранится ли дисконт 600 до кончания? Да. Сохранится. И этих людей немного. Алексей Решетников, письмо. А вот, хотел прокомментировать, поблагодарить Алексея. Человек, значит, радеет, беспокоится о том, что деловые предложения. Но я хочу сказать, Алексей, значит, если вы меня слушаете, если нет, услышите по записи. Вот. И Алексей Яковл вам тоже должен был ответить, что мы работаем как раз над этим, что готовятся пакеты обучающие, но не, скажем так, что ты, что-то там, подарок, там есть свой комбинированный пакет, где будет целевое обучение, как мы уже когда-то говорили. В первую очередь, сейчас будет запущено то, о чем говорит Алексей Сухадоев на своем вебинаре. Это различные инструменты использования интернета, интернет-ресурсов для работы в команде, кто кого это интересует, естественно. Будут различные другие вещи, которые будут даны для подготовки к участию в будущих проектах, начиная от ГУМУСа, заканчивая эко-проектами, эко-городами, строительством, там, обслуживанием и так далее. Там масса разных вещей, для этого надо и очень много чего знать. Вот. И поэтому мы вот такие целевые курсы будем сейчас готовим шаг за шагом. Для этого надо будет платформу и все сделать, чтобы можно было не просто сидеть, слушать, а участвовать и делать свои задания и получать потом соответствующие акцептируемые сертификаты. Вот. Поэтому мы с этим работаем. И у нас есть ряд интересных предложений, которые, скорее всего, мы с 14-го начнем этапы уже вводить. И так дальше. Еще раз вам хочу сказать, дорогие друзья, 15-м этапом шесть не заканчивается, она только начинается. И я это в конце вам опять на своей уже задолбал. Я вас, скорее всего, этой схемой, но покажу. Почему в Капитале так и не вводят арабский язык и так далее, и так далее. Читайте, я не буду это читать. Дело в том, что, дорогие друзья, арабский не наш рынок. Вот, Капитала этим занимается команда наших партнеров. Если вы внимательно не слушали, значит, Юницкий неоднократно Анатолий Дарьевич говорил, что это рынок, есть целый ряд стран, Индия, арабский мир и так далее, где работают наши партнеры, с которыми мы как бы в доле как бы 60 на 40, условно говоря. Вот, и поэтому там нам нечего толкаться, там есть другая логика и другие инвестиции, поэтому Капитал там, ну, просто не надо там суетиться нам. Вот, и поэтому не надо нам и арабское язычное население привлекать с языком, это большие затраты, это наши же деньги с вами, это те деньги, которые не дойдут до инвестиций, понимаете, да? Поэтому здесь лишнее тратить нельзя, мы постоянно за этим следим. Сколько миллионов долларов, сколько миллионов долларов фонд Капитал с начала года, с разбивкой по месяцам, вы что, значит, вам сразу разложить, мы закрыта компания, во-вторых, мы площадка и платформа, посмотрите по платформам, которые, значит, это самое, врать мы не хотим, и, скажем так, лишнее мы не хотим говорить, мы даем достаточно, через нашу платформу очень немалые идут инвестиции, и с начала года, и прошлые годы, и так далее, так что здесь это самое, а если кому хочется сравниться, что там в других фондах происходит, которые очень сильно, очень громко говорят, сколько они происходят, ну, это, знаете, мне всегда вспоминается анекдот, где два деда сидят, значит, это самое, у врача, и хвастаются, значит, насколько они активны еще в мужской силе, один говорит, ну, я там неделю, там, и так далее, и так далее, друг говорит, да, это самое, это тяжело, и так далее, и приходит вот этот второй и говорит, ну, доктор, ну, вылечите меня, вот сидел, коллега мне там говорит, что он такой и такой, доктор говорит, а что мешает вам об этом говорить точно так же, понимаете, это еще не значит, что так есть, я не хочу сказать, что кто-то что-то не доделывать, но когда слишком много об этом говорят, значит, за этим что-то есть, вот, и, И обычно это говорят, когда не все прозрачно. А, скажем так, мы не имеем права об этом говорить, сколько проходит инвестиции. Это очень серьезная вещь. И нигде это не посмотреть. Поэтому я не ухожу от вопроса. Я вам честно сказал, что такие данные не выдаются. Но, уверяю вас, это не маленькие данные. Цифры серьезные. И мы за этим следим. Есть бюджет, который мы выполняем и даже перевыполняем. Последнее время правильно просели. Согласен. Где-то в два раза уменьшились. Почти в два раза в последний месяц. Прошлый месяц уменьшился. По сравнению с предыдущими месяцами средняя цифра. Но, что ж, всяко бывает. И мы знаем, с чем это связано. Это связано с тем, что команда инвесторов работает недостаточно. И не успеваем вводить новые рынки по разным причинам. Потому что и финансовые регуляторы прижимают. И, скажем так, банковские структуры не дают все осуществлять, все операции как надо. Но, тем не менее, мы постоянно в процессе и следим за этим. Так, я про октябрь. В октябре не закроется, это точно. Ну что, и у нас что там дальше еще осталось? И дальше последнее. Значит, смотрите. Вот у нас впереди вторая фаза. Мы выходим. Вот мы уже 13, 14, 15 этапы. Мы выходим в следующую фазу. Это новые технологии проекта SkyWay. Мы их тоже готовим. В наибрии месяце вы в конце или в начале декабря услышите. После того, как мы о чем-то договоримся с главной компанией. И получим от них как бы исходные условия по проектам. Освоение то, о чем говорил Евгений Кудряшов на встрече с кураторами регионов и с топ-экспертами. Это и ГУМУС может быть, это может быть и эко-поселение, и эко-дома, и эко-технологии строительства. Так, вот вопрос только в том, с чего начинать. И это может быть, естественно, вакуумное стекло. Ну, кто-то говорит там еще и про электромобиль, но с электромобилем все значительно сложнее. На мой взгляд, по крайней мере, я свое мнение по этому поводу высказал. И второе, вернее, первое, это освоение рынков транспортных систем. 2018-го мы уже начали серьезно осваивать. Вот, и по 35-й год. Это такой активный период, я считаю, где-то 17-20 лет будет. Вот, когда тут много что надо будет сделать. Таким образом, это блокчейн-платформа. Вот она здесь серым обозначена, на ней тоже многое, что сейчас готовится. То есть, работы достаточно много, и база у нас хорошая, дорогие друзья. Я исчерпал свое время, мне сейчас начинает, мне уже пора бежать на самолет. Вот, я желаю вам всем всего доброго. Следующую неделю мы все, мы с Франтишком во Вьетнаме, в Ханое, в Холонге. Вот, поэтому, Ириша, вы слишком много ничего не делаете. Но, вы знаете, делаем по мере возможностей. Обещаем. Но то, что нам позволяет, то мы делаем, Ириша. Понимаете? Спасибо, всего доброго, еще раз желаю вам успехов, и нам всем вместе. От того, как мы работаем, зависит наше благо и развитие. Строй сковей, спасай планету. Всего доброго, до скорых встреч, друзья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...